МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. В один момент она просто разжимает руки и начинает хлопать в ладоши, видимо, от восторга. Я ей кричу, держись, 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 держись. В этот момент она просто с них вылетает прямо на асфальт. 15-летний Дима после развода родителей живет в новой семье отца. Однажды вечером отец с мачехой попросили Диму приглядеть за трехлетней сестрой. Дима вывел Соню на прогулку. В итоге девочка упала с качели и получила тяжелые травмы. Сегодня подростка судят за то, что он хотел намеренно причинить вред сестре. Но так ли это? Газ же не сразу действует. Я брызнул, и Михаила бить начал. Потом, когда газ подействовал, я сразу перестал. Я ему даже помогал потом. Ты умереть мне помогал. Я сознание потерял в твоей помощи. 16-летний Олег Казин брызнул в лицо своему однокласснику Михаилу из газового баллончика и жестоко избил его. Олег уверяет, что защищался. Однако Михаил и его отец утверждают, что нападение было спланировано. Показания девушки Олега открывают в деле новые обстоятельства. Что же заставило подростка пойти на преступление? Представься, пожалуйста, сколько тебе лет? Меня зовут Удодов Дмитрий Андреевич. Мне 15 лет. Родился 12 февраля 2007 года. Послушай внимательно. По данным следствия, 8 апреля во время прогулки с трехлетней сестрой Софией ты намеренно скачал качели, на которых сидела девочка. И в результате ребенок вылетел с качелей на асфальт. Получил тяжелую черепно-мозговую травму девочкой, перелом позвоночника. Дима, скажи, пожалуйста, свою вину признаешь? Нет, ну я согласен с тем, что Сонечка пострадала из-за меня. Но я, если честно, искренне не понимаю, почему в полиции посчитали, что я сделал это намеренно. Я сестренке души не чаял. В тот день я просто решил покачать ее на качелях. Ну мы пошли, я ее усадил, начал раскачивать. Все хорошо, раскачиваю, она смеется, ей хорошо. Ну раскачиваю дальше сильнее. И все так же хорошо, она смеется, но в один момент она просто разжимает руки и начинает хлопать в ладоши. Видимо от восторга. Я в этот момент испугался, я в шоке, конечно. Я ей кричу, держись, 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 держись. Но она не держится. Я уже хотел останавливать качель, начать. Но в этот момент она просто с них вылетает прямо на асфальт. У меня этот момент прямо перед глазами сейчас. И первое, о чем я тогда подумал, это о том, что отец с мачехой меня убьют. Но я не специально, я правда не хотел. Я клянусь. Ты лживый маленький мерзавец. И слезы твои напускные. Ты боишься в тюрьму сесть, а Софию тебе даже не жалко. Теперь из-за тебя моя дочь на всю жизнь останется инвалидом. Наташа, успокойся. Держи себя в руках. Я уверен, что мой сын не специально раскачал качель с Софией. Дима мой первый сын от брака первого. Потом я развелся и женился второй раз на Наталье. София наша общая с ней дочь. Понятно. Но вы не верите в то, что Дима это сделал специально. Нет, конечно. Хорошо, давайте послушаем тогда представителя обвинения. Каким выводом пришло следствие? 8 апреля у нас сотрудники скорой помощи, бригада скорой помощи выехала на вызов относительно травмы, полученной вот этой девочкой трехлетней. Выяснили, что действительно упала с качели, получила серьезные травмы, черепно-мозговая травма, позвоночник у нее был поврежден. И когда было установлено, что действительно у нас подсудимый раскачивал девочку на качелях, вызвали и полицию. Ну, опять же, тяжесть травм, сказалось. Стали выяснять обстоятельства. Он сейчас, в принципе, рассказывает, ну, признает тот факт, что да, качал. Да, вот это якобы случайность. Однако опрашивались очевидцы данного происшествия. Это Хвостова Юлия Норкина Александр. И они однозначно утверждают, что Дмитрий, во-первых, силой усаживал девочку в качели. А во-вторых, ну, в тот момент, когда он ее раскачивал, она кричала и просила не качать ее. Она не хотела качаться. И, естественно, никакого восторга у нее в этот момент не было. Следовательно, он просто вводит в суд заблуждение. А по факту он так сильно раскачал, что она просто вылетела на асфальт. До этой поры он просто не отпускал ее с качелей. Софья упала со средней высоты. Она просто руки разжала. Во-первых, упала она. Я только что сказал, что не просто она руки разжала. Не хотела она качаться. Начнем с этого. А во-вторых, эксперты установили, что по характеру травм и по месту, на которое она приземлилась, явно, что раскачивал до максимума, который только можно было раскачать эти качели. Что-то не солнышко ей сделал. Вот из-за этого такая тяжесть травм. Мотивом данного ужасного преступления было то, что хотел подсудимый отомстить своему отцу и мачехе. Между ними определенная неприязнь присутствует. Об этом, наверное, стоит поговорить чуть подробнее. А так, полагаю, учитывая тяжесть причиненного вреда здоровью и тяжесть данного преступления, я прошу наказание в виде четырех лет лишения свободы. Не надо меня в тюрьму сажать. Я не преступник. Еще раз говорю, я просто хотел сестренке сделать приятное. А какого хрена ты в теме ее на качели повел качаться? Андрей, я тебе говорила, что нельзя с твоим сыном-недоумком оставлять Софию. Я оказалась права. Наталья Игоревна, а почему вы не хотели свою дочь оставлять с сыном вашего мужа? С его стороны не было никакой угрозы вообще. Поэтому я со спокойной душой и сердцем оставил их вдвоем наедине. В тот вечер у моего шефа был день рождения. И поэтому мы с женой были приглашены еще заранее. И мы подумали, что ничего страшного не случится, если они вдвоем побылут дома пару часов. Не мы решили, а ты решил. Я сразу сказала, что я хотела остаться дома. Ну вот раньше вы замечали какую-нибудь агрессию со стороны Димы в отношении Софии? Ваша честь, Дима ненавидит Софию. Я в этом уверена. Всегда, когда отец покупал ей какие-то игрушки, что-то покупал, для нее делал. Он всегда говорил, что для него такого отец не делал в детстве. И вообще на нем экономил. Я уверена, что он специально вообще ее столкнул с качей. Даже так, да? Наташа, не говори глупости. Я понимаю, ты на эмоциях. Но Дима мой сын. Вот именно, что твой. Знаешь, Андрей, я не обязана его выгораживать. Ваша честь. Когда появился Дима в нашем доме, он все время устраивал истерики. Говорил, что я все делаю не так, как его мать. Что он приходил из школы, он грязный вечно. Такого грязнули, как мой пасынок, честно говоря. Я никогда в жизни не видела. Да, вы взяли на себя большую ответственность. Мальчик с вами проживает. У вас новая семья, маленький ребенок. Как вы справляетесь-то? Да, я оставил сына себе. Моя бывшая после развода уехала в деревню. Там даже школы нет, ваша честь. Она живет со своей матерью-пенсионеркой. У нее случаются алкогольные отравления. Я просто не мог оставить сына. Ну хорошо, вы не могли. А как отнеслась ваша новая супруга Наталья Игоревна? Да нормально. Потому что с ней с вами будет проживать теперь сын. Нормально. А чем ей Димка помешал? У нас четырехкомнатная квартира. У Димы есть своя комната. Домашними делами занимается. Домработница. Уроки он делает сам. Раньше к нам приезжала моя мама. Ну, помогала. Ну, год назад она умерла. Но мы и сами хорошо справлялись. Вот именно. Справлялись. Ну, видимо, не настолько хорошо, раз сын оказался на скамье подсудимых, да еще обвиняется в преступлении против вашей же дочери. Ну, как так? Я пытался быть хорошим. Ваша честь, из школы я приходил грязным, потому что на мной издевались одноклассники. Они измазывали мне всю спину мелыми чернилами, якобы потому, что я ботаник. Они меня за это просто ненавидели. До того, как я перешел в новую школу в пятом классе, все было хорошо. В старой школе надо мной не издевались, а в этой меня просто все ненавидят. Папа это понимал и не ругал меня за это. Мне просто не за что было мстить ему. И на Наташу я зла не держал. И Сонечку я любил. В смысле, люблю. И я не делал назло так, чтобы она упала с этих качелей. В том-то и дело, что делал. Он у нас делал это, во-первых, намеренно, как я уже говорил ранее. А во-вторых, у обвинения есть свидетель, это очевидец данного происшествия, данного преступления. Хвостова Юлия Михайловна. Я прошу пригласить ее в зал. Давайте пригласим Хвостову Юлию Михайловну в качестве свидетеля. Пристав, пожалуйста, проводите ее в зал. Я делал это ненамеренно. Повторяю еще раз. Санна, ты что, сейчас послушаем, как поговорим? Уже будет все решено. Наконец-то. Давай, давайте, сейчас посмотрим, как дело решится. Ну, сейчас она все скажет, сейчас узнает. Все правду. Проходи, пожалуйста, Юля, присаживайся рядом с прокурором. Юля, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Ну, вот указали, что ты в тот момент, когда упала девочка Соня с качели, находилась на площадке. Ты все это видела сама, да? Расскажи, что происходило. Ваша честь, в тот вечер я решила прогуляться со своей подругой Ксюхой и Сашей Норкиным. Ну, мы ради прикола решили залезть на детскую площадку, покататься с горки. Потом приперся этот Удодов со своей младшей сестрой. Ну, а мы спрятались в башне в горке, чтобы он нас не заметил. И наблюдаем. Он садит сестру на качели, а та уже ноет, говорит, я хочу домой. А он как будто этого даже не слышит. Начинает раскачивать ее все сильнее и сильнее. Этого не было. Девочка бедная орала, плакала, истерила. В итоге качель перевернулась, сделала солнышко, а девочка упала рядом с качелями на асфальт. А он подбежал к ней и говорил, Сонечка, что с тобой? Потом позвонил кому-то. Ваша честь, Дима мне позвонил. Как только он мне сообщил, что Соня сорвалась с качеля и лежит без сознания, я сразу вызвал скорую помощь. И мы с Наташей вместе поехали домой. Когда мы приехали, выяснилось, что скорая уже забрала Соню в больницу. Наташа поехала сразу туда, а я остался с ним. Я был с ним, пока его допрашивала полиция. Я видел, как он сильно переживает, как он очень сильно напуган. Поэтому я до сих пор не могу поверить, что он специально все это построил. Дима, за что ты это сделал с сестрой? Она тебе ничего плохого не сделала. И мы с Наташей тебе только добра желали. Вот именно. Она не сделала мне ничего плохого. Мне просто не было смысла ее калечить. Ты продолжаешь, да, отрицать свою вину? То есть, ну ладно, хорошо, слово против слова, да. Не доверяет он показаниям Юли. Конечно. В обвинении есть еще один свидетель, еще один очевидец, ранее упомянутый. Норкин Александр Петрович. Приглашается свидетель Норкин Александр Петрович. Пожалуйста, пристав, проводите его в зал. Ну и зачем ты набрала? Моя совесть чиста. Не буду жить с теми, кого ты ненавидишь. Идя, иди. Проходи, пожалуйста. Александр, присаживайся на свободное кресло. Александр, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Тебя указывают как очевидца этих трагических событий, когда девочка Соня упала с качелей, гуляя с Димой Удодовым. Ты видел, что произошло? Да. Расскажи. Ваша честь Удодов сделал это специально, чтобы его сестра с качелью сетела. Чего? Я все видел своими глазами. Почему ты так считаешь? Димка злился на отца из-за того, что тот хотел отправить его на Урал к мамке. И все из-за мачехи. Она отца убедила от Димки избавиться. Чего? Ну я сам слышал, как за пару дней до происшествия Димон со своей мачехой собачился во дворе. Мы с пасами сидели на лавке у его подъезда. Димон возвращался с полным пакетом газировки и чипсов. И тут из подъезда выходит мачеха с дочкой. И наехала. Откуда взял деньги? А он отвечает, что ему отец дал. Ну мачеха не поверила, сказала, что мужа просила ему деньги не давать, пока он в своей комнате не уберется, что там полный свинарник. Ну, Димка распсиховался. Сказал, ну маме нехорошее слово мачехе. Та разозлилась, сказала, что больше с ним жить не будет, что его отец увезет к мачехе на Урал. Ну и ушла. А Димон буркнул ей в ответ, типа, гадина, ты еще заплатишь. А я сразу вспомнил, когда он свою ситруху с качели скинул, как он мачехе угрожал. Ну, неправда, я это с горяча ляпнул. Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вы действительно угрожали Диме, что отправите его к его матери? Да, я собирался его отправить, но только на летние каникулы. Потом я по-любому бы его забрал назад. Я не знал, что Наташа преподнесет ему это все в таком виде. Надо было как-то помягче ему об этом сообщить. Ты мне говорил, что навсегда от него избавишься после того, как на воровстве его подловил. Да, он и раньше воровал, и у меня, и у няньки. А когда у тебя пять тысяч воровал, ты сразу опомнился. Дима, ты что, правда, таскал деньги? Для чего? Ваша честь, ну, да, было дело. Я втихаря брал деньги из кошелька у отца. Эти деньги мне нужны были для компьютерной игры. Я бы вложил в них деньги, купил бы там апгрейды, и с помощью этих апгрейдов получил бы достижения. А эти достижения потом можно продавать за реальные деньги другим игрокам. Я мог бы заработать в три, в четыре, да в пять раз больше я бы заработал, но деньги в любом случае вернул бы. Ну, я бы их вернул, понимаете, но один раз отец меня спалил, что я залез к нему в кошелек, взял меня за руку и так разозлился. Но я даже представить себе не мог, что он захочет отправить меня к матери. А у нее там, знаете, у нее там ни интернета, ни компьютера, ни телефона, ни электричества как такового нету. А я не могу без этого жить, я не могу без этого, это моя жизнь. Вот именно, у тебя уже ненормальная зависимость от этих твоих игр. Я хотел, чтобы ты отдохнул от этого компьютера, вышел на улицу, мозги свои проветривал в конце концов, а потом бы осенью я тебя забрал обратно. Ты надо мной издеваешься сейчас? Я бы сдох там. Поэтому ты решил нашу Сонечку использовать для этого? Ну ничего, за решеткой тебе не будет ни интернета, ни компьютера. Да никого я не хотел использовать. Сонечка просто раскапризничалась вечером, ну я подошел к ней, ну чтобы она не расплакнулась, ну и отвел ее на качели. Раскапризничалась, да? Ты опять обманываешься, понимаешь, ты выкручиваешься как только можешь. Дело в том, что исследовали обстоятельства этого вечера, и у радионяни, ну которая у девочки была, там функции диктофона, и прослушали запись, и там отчетливо слышно, что это было не так. Дима, и как ты это прокомментируешь? Слушай, ваша честь, понимаете, дело в том, что я брал Софью с собой для подстраховки. Просто я задолжал там кое-какую сумму денег, а полную у меня ее с собой не было. Ну я шел навстречу отдавать, что было, ну и взял с собой Софью. Я подумал, что если со мной будет ребенок, то со мной ничего не сделают, и пить уж точно не будут. Что это за бред? Ты версии на ходу придумаешь, что ли, я не пойму? Ты ни слова на следствии не говорил о том, что кто-то тебе угрожает, кому-то ты должен денег. Ты только сейчас это придумал, что ли, не пойму? Подстраховка, прикрылся девочкой маленькой. Ребенком трехлетним. Да, ваш честь, разрешите. Да, пожалуйста, слово защите. Слушаем вас, Александр Львович. Слово защите. Дело в том, что мой подзащитный говорит правду, и не важно, что если он придумал, как говорит прокурор, версию, то значит она не верна. Да, действительно, все так и было, как он говорит, мой подзащитный. Ему действительно угрожали и требовали денег. Да. И для того, чтобы доказать эти обстоятельства, я прошу вызвать свидетеля защиты Логинову Ксению Андреевну. Она в тот день была Сашей и Юлей, в тот вечер, когда сестренка Дима упала с качелей. Приглашаем Логинову Ксению Андреевну в качестве свидетеля. Пристав, пожалуйста, проводите судебное заседание. Сейчас послушаем еще одно. Давай. Ксения, проходи, присаживайся. Ксения, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Ты в тот день была недалеко от той детской площадки, где Дима гулял со своей сестрой Софией. Ты видела, как она упала с качелей? Да, ваша честь. В тот вечер мы с Юлькой и Сашкой сначала сидели на лавочке, слушали тупый анекдот Сашки. Юлька сказала, что скучно сидеть на лавке, вот бы в кафешке потусить. Сашка ответил, что у него нет бабок. Юлька стебнулась, типа, что он лошара бедный. Сашка решил доказать, что он не лошара. И позвонил Димке у Додову, чтобы тот принес ему пять штук. Иначе городился дотатурные органы отрезать. Ну и через 15 минут к нам подрулил вот он вместе со своей сестренкой. Подходит к Сашке и протягивает 500 рублей. А Сашка и говорит, ты что, ты же мне пять косарей должен. А это был долг? Ну, он ему задолжал. А, то есть это не вымогательство было все-таки, а такое грубое возвращение долга. Да. Требование. Саш, скажи, пожалуйста, а за что ты требовал с Димой деньги? Да ему в долг пять косарей на игру давал, а он не вернул. Да нифига подобного. Я тебе их отдал еще в прошлом месяце. Что ты гонишь? Ты вернул только 5 тысяч, а должен был 10. Ты условия забыл? Ты же, конечно, на играх зарабатываешь и все вернешь. Что было дальше, Ксения? Рассказывай. Ну, Юлька такая о Сашке. Ну вот, обещала нам развлечение, а теперь что? А Сашка говорит, будет вам развлечение. Димон, снимай штаны, еще кастрировать буду. Ну, Додов и заныл, мол, что угодно, только не это. Димкина сестра увидела, как он ревет, и тоже стала плакать. Димка бросился ее утешать, что это, мол, игра такая, чтобы она не боялась. А Сашка увидел, как Димка с сестренкой сюсюкается, и говорит, что простит Димке долг, если тот сестренки на качелях солнышко сделает. Ну, Димка посадил сестру на качели и стал раскачивать. А Сашка стояла рядом и командовал, мол, сильнее и сильнее. Я не смогла на это смотреть и отвернулась. Потом увидела, как... точнее, услышала, как Димка говорит, что выше уже опасно. Но Сашка сказала, что так долг не зачтет. Если Димка хочет зачет получить, то качели должны полный оборот сделать. Ну, Димка и крикнул, сестре, держись крепче, и крутанул качели. Сашка радостно заржал, мол, зачет. А девочка не удержалась и упала на асфальт. Трус! Решил маленьким ребенком прикрыться? Ненавижу тебя! Да не хотел я никем прикрываться, но, е-мое, я видел, как другие дети по сто раз это солнышко гребанное делали. Что могло пойти не так в этот раз? Ну, пап, ну не хотел я никому вреда причинять. Прости меня, пожалуйста. Да, я виноват, но у меня просто не было выбора. С самого начала надо было все правду рассказать. Я боялся, что мне просто никто не поверит. А у Сашки дядька в полиции работает, он бы его отмазал, а Сашка потом мне еще больше мстить стал. Ваша честь, ну, простите, что я вялся все это время, но у меня просто не было другого выхода. Ну, люблю я эту Зобху, ну, правда люблю, но я не хотел ей вреда причинять. Суда лезут для посновения приговора. Далее в программе. Газ же не сразу действует. Я брызнул и Михаила бить начал. Потом, когда газ подействовал, я сразу перестал. Я ему даже помогал потом. Уфига себе помогал, блин. Ты умереть мне помогал. Я сознание потерял в твоей помощи. 16-летний Олег Казин брызнул в лицо своему однокласснику Михаилу из газового баллончика и жестоко избил его. Олег уверяет, что защищался. Однако Михаил и его отец утверждают, что нападение было спланировано. Показания девушки Олега открывают в деле новые обстоятельства. Что же заставило подростка пойти на преступление? Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Удодова Дмитрия Андреевича несовершеннолетнего, раннего несудимого. Совершение преступления предусмотрено пунктом Б, часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса. Суд принимает решение с учетом отсутствия умысла на совершение данного преступления переквалифицировать деяния Удодова Дмитрия Андреевича с пункта Б, часть 2 статьи 111, на часть 1 статьи 118, то есть причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Признать Удодова Дмитрия Андреевича виновным в совершении данного преступления, назначившим наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов. Значит, также суд выносит частное определение в адрес Норкина Александра Петровича и направляет документы в городскую комиссию по делам несовершеннолетних для того, чтобы рассмотреть поведение Норкина Александра Петровича с точки зрения правонарушения и, возможно, постановки на учет для дальнейшего наблюдения за его поведением. Значит, я предупреждаю, Александр, тебя, что тебе предстоит выступить на комиссии по делам несовершеннолетних и там уже будет понятно, что ты совершил, какие действия, как они должны квалифицироваться, потому что, ну, на первый взгляд преступления никакого ты не совершил, но то, что это действия абсолютно аморальные, безнравственные, то, что ты угрожаешь слабым ребятам, таким, как Дима, который сидит здесь, рыдает, то, что ты издевался над маленькой девочкой, заставляя его совершать эти обороты на качелях, ставя ее жизнь в опасность. Вот это все, Саша, приведет тебя когда-нибудь на скамню подсудимых. Тебе кажется, что тебе все с рук сходит? Нет. Все все видят, все все знают. И Ксения не побоялась, пришла и рассказала о твоем поведении. Поэтому тебе это с рук в любом случае не сойдет. Судебное свидание завершено. Представься, пожалуйста. Я Казин Олег Борисович, 16 лет. Родился 18 марта 2006 года. Присаживайся, Олег. Значит, я тебе разъясняю, что по данным следствия ты 6 апреля брызнул из газового баллончика в лицо своему однокласснику Наумову Михаилу Ивановичу. Вот он здесь присутствует в качестве потерпевшего. И нанес несколько ударов по голове. Скажи, пожалуйста, ты себя виновным признаешь? Я признаю, что брызнул из баллончика в него и пару раз ударил его, может быть, 2 или 3. Но я хочу сразу сказать, это была самооборона. Он первый на меня напал. Понимаете, я в классе, ну, отдельно от всех. У меня нет своей компании какой-то или друзей. А Михаил у нас что-то вроде неформального лидера. Не потому, что он там умный или начитанный, а потому что самый здоровый и наглый. Что, ты ему завидуешь, что ли? Было почему завидовать. Силы есть, ума не надо, да? Скажи, пожалуйста, как у тебя оказался газовый баллончик? Ну, я понимал, что Михаил хочет меня избить. И взял у отца баллончик. Он, когда после работы поздно возвращается, с собой берет. Ну, я пришел. Газ же не сразу действует. Я брызнул и Михаила бить начал. Потом, когда газ подействовал, я сразу перестал. Я ему даже помогал потом. Ну, фига себе помогал, блин. Ты умереть мне помогал. Я сознание потерял в твоей помощи. Меня потом в скорой откачивали. Он что-то не утонул вообще. Он меня вообще хотел в лужу утопить. Да это случайно получилось. Когда газ подействовал, я бить перестал. А Михаилу плохо стал. Он упал. Ну, я подумал, надо чем-то глаза промыть. А тут лужа рядом была. Как раз недавно. Отличная идея. Ну, это лучше, чем ничего. Отличная идея. Точно умник. Ну, лучше из лужи промывать, чем он бы вообще там сидел. Это умный человек. Ну, это было, и я подумал, что лучше оттуда, конечно, чем ничем. Ну, я, Михаил, наверное, подумал, что я его утопить хочу. Ну, вырываться стал. А я держать, соответственно. Надо же помочь. А что мне еще делать? Потом Анька прибежала, ну, девушка его. Начала кричать, что я его убил, что он умер. А я смотрю, он лежит и не двигается. Ну, испугался, конечно, убежал. Но я еще раз хочу сказать. Если бы он на меня не напал, ничего бы этого и не было. Так ты же ему первый стрелку забил. Конечно, потому что он у меня деньги вымогал. Я его и послал. Вот свою версию излагает событие подсудимое. Слово государственному обвинению. Послушай внимательно, каким выводом пришло следствие. Пожалуйста. Ну, практически так все и было, за исключением начала конфликта. По большому счету и сам признает, и вина доказана полностью. У нас действительно 6 апреля в скорую помощь поступил звонок о том, что молодой человек, потерпевший, находится во дворе школы без сознания, с явными признаками черепно-мозговой травмы. И потом уже, когда приехали скорые, приехали полиция, парень был госпитализирован. Он, соответственно, рассказал картину происходящего. Ну, естественно, кроме прочего, исследовалось место совершения данного преступления. И те пытаются, которые сейчас заявил, фактически полным перечнем доказательств подтверждают. Сейчас вкратце перечислю. Ну, во-первых, сам потерпевший указал прямо на лицо, как на совершившее преступление. На одежде есть кровь потерпевшего одежды, я имею в виду подсудимого. На баллончике, который был обнаружен на месте совершения данного преступления. Следы пальцев рук подсудимого. То есть, ну, полностью картина восстановлена. Ну, естественно, вот опять же, там вот была упомяна сейчас Анна Бочарова. Она практически очевидец данного преступления. То есть, перечень доказательств исчерпывающей причиной стали личные неприязненные отношения. Этому тоже есть масса очевидцев. Еще в школе у нас подсудимый угрожал потерпевшему. Он прямо там дословно, ты за все ответишь, называл его всякими, ну, бранными словами. И вот, соответственно, 6-го числа решил исполнить свои угрозы в исполнении. Мотив понятен, неприязненные отношения, месть. Следовательно, настолько все очевидно, что даже не о чем говорить. Полагаю, что надо наказывать. И в виде наказания прошу избрать лишение свободы сроком на два года. Сколько, сколько, сколько? Михаил, скажи, пожалуйста, ты помнишь, что 6-го апреля произошло? Да я сам не понял, что произошло. Почему Олег вдруг напал на тебя? Ну, типа, я знал, что он чокнутый. Ну, не настолько там. Ладно, я там над ним подшучиваю, там всякие приколы делаю ему. Ну, не убивать же из-за этого. Ну, типа, что за бред? Ну, блин, полнейший. Ну, и так вот. 5-го числа, получается, вот определенно. У нас была стычка вот эта какая-то. И я, ну, опять прикололся над Олегом. Ну, он там, на, чуть-чуть вокруг меня бегать, там, вот это все. Такой, я тебе отомщу. Я ему говорю, ты, дохляк, ну, попробуй. Ну, и вот он после уроков подошел ко мне, такой, ну, забил стрел на 6-е число. То есть назначил встречу? Да, назначил встречу. Это говорит о том, что он уже тогда планировал меня изувечить. Борис Сергеевич. Да, хорошо. Документы, характеризующие личность вашего сына. Ну, положительные документы, хорошая успеваемость, дисциплина хорошая. Учителя дают положительные характеристики, при этом отмечают его обособленность от коллектива, независимость, обостренное чувство справедливости. Часто приводит к конфликтам с одноклассниками. Именно эти качества, как указывают. Да. Так, Олег ведитель районной Олимпиады по истории. Ага. Борис Сергеевич, вы интересуетесь вообще жизнью вашего сына? Вам было известно, что у Олега есть конфликт с Михаилом, в частности? Ну, смотрите, Ваша честь, я ведь работаю в этой школе, я преподаю историю как раз там, где учатся и Олег, и Михаил. Я отлично знаю, что у них конфликты, уже давние конфликты. Почему? Ну, это, ну, как сказать, но это два совершенно разных подростка. И по воспитанию, по мировоззрению. Вот. Я ведь воспитываю своего сына один. У него мать умерла, когда ему только восемь лет было. И я его всегда вот учил, объяснял ему. Значит, будь настоящим мужчиной. Честным, справедливым, независимым. А вот у Миши, у него же пример, ну, совсем другого рода. Совсем другого рода. Он смотрит на отца и, естественно, все это копирует. Вот. Ну, что, что, что? Как о справедливости ты говоришь? Справедливым. И понимаете, вот я, ваше честь, я ведь ему всегда говорил. Слушайте, сынок, какие конфликты ни были, но разрешать их нужно словами. И если уж, если уж вот такой, как мой сын вступил в драку, ну, значит, у него просто другого выхода уже не было. Вот это уже, значит, уже край. Иван Андреевич, к вам вопрос. А вы жизнью своего сына Михаила интересуетесь? Вот, в частности, вы знали, что 6 апреля они собираются с подсудимым выяснять отношения? На самом деле, Ваша честь, у моего сына есть нормальный пример для подражания, поэтому он растет нормальным мужиком. А вот его сын трус и слабак. Это ж надо додуматься, притащить на разборку газовый баллончик. Ваша честь, я тоже работаю в школе, где учатся Михаил и вот этот негодяй. Ну, ты поосторожней все с выражениями. Да, подсудимый. А вы в своих выражениях как-то не стесняйтесь, я смотрю. Я учитель физкультуры. И в тот день я освободился довольно-таки рано, и уже в час дня был дома. Вот, когда я пришел домой, потом позже позвонили из больницы и сказали, что мой сын у них. Ну, я приехал, и Миша мне все рассказал. Вы бы видели лицо Михаила, его состояние внутреннее, внешнее, в какое он был состояние, когда я приехал. Ну, просто твой сынок конкретно его достал. Он же за девушку вступался. Что, что ему? Ну, что ему, лапки поднять кверху? Да, пистолет сразу взять и все. Угу. Нет. У него глаза почти не видели, голова была разбита. И говорил он вообще еле-еле. И врач тогда еще сказал, что если бы Анька, девушка Михаила, появилась бы хотя бы на минуту позже, все, Мишку бы уже не откачали. Умывать лицо водой из лужи. Да причем так сильно, что он дышать перестал. Мой сын дышать перестал. Он мог его просто утопить. Это сразу ясное дело, что Олег мстил Мишке за бабу. А за что он ему мстил? Как бабская месть какая-то у него была. Ну, а за что он мстил? Олег, он такой вот, ну, маменькин сынок. Хотя и воспитывается папашкой своим. Но, тем не менее, в классе у него вот репутация ниже Плинтуса. Он вечно сам себе на уме. Что-то мнит из себя какого-то, корчит какого-то особенного. Вот. Ну, подумаешь, выиграл Олимпиаду по истории. Тоже мне поступок. Рыцари, там, дворяне. Но не мужское это занятие. Ты вон поедилыш и подтянись раз пять. Хотя бы. А потом еще двадцать пять. Вот тогда посмотрим, тогда поговорим. А Мишка, он, ну, бесельчак, как бы, душа компании, харизматичный, с юморком постоянно. Ну, естественно, он будет, как бы, прикалываться над Олегом. Над слабаками и ботаниками все им прикалывались. Хороший юморок. Чуть чего-то подзатыльник, чуть чего-то, еще один. Это юморок такой, да? Все, успокойтесь, пожалуйста, вас уже дети подрались, вы между собой хотя бы не конфликтуете. Я прошу пригласить свидетеля обвинения, очевидца преступления, это Бочарова Анна Валерьевна. Бочарова Анна Валерьевна, приглашается в суд качестве свидетеля. Пристав, пожалуйста, проводите ее в зал. И как-то надо умывать лицо, чтобы башка вся была разбита. Это надо бить прямо об асфальт. Выходи, пожалуйста, присаживайся рядом с прокурором. Отличная помощь. А вы вот куда смотрите, учитель? Отец. Да если бы он не пробовал, он был гораздо хуже. Откуда столько агрессии? Я прекрасно знаю, как... Одно дело подзатыльник дать, другое дело человека бить. Так, спокойно. Анна, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Ну, я так понимаю, что ты учишься вместе с Олегом и Михаилом. Скажи, пожалуйста, ты была свидетелем их ссоры, которая произошла 5 апреля в школе? Смотрите, мы с девчонками, значит, были на перемене около школы. Поэтому начало ссоры я не видела. Я лишь услышала то, как Олег кричит на Михаила. Да ты вообще тварь, скотина, животное. Ну, мы обернулись, смотрим, а Миша просто смеется. Ну, видимо, Олега это еще сильнее разозлило. И он сказал, да ты вообще за всем не ответишь, я тебе отомщу, скотина. Ну, и что было дальше, я уже не слышала, потому что мы с девчонками очень громко смеялись. И, в принципе, не обратили на это все внимание. Вот. Потом мы увидели только то, как Олег убегает. Из-за того, что Миша дал ему пенделя, ну, это было очень смешно. Ну, это было накануне. И вам было смешно. А что 6 апреля произошло на следующий день? Давайте я вам еще про 5-е расскажу. Ну, давайте. 5-го числа вечером, значит, мне Миша говорит, что 6-го числа он с Олегом должен встретиться после уроков. Значит, около школы. А 6-го числа у нас уже были с ним куплены билеты в кино. Ну, я на него и наехала. А Миша просто мне сказал, что он не может это все так оставить. И что он должен разобраться с этим задохликом, чтобы он знал, как на Мишу свою пасть вообще раздевать. Вот. А в кино мы с ним можем и потом сходить. То есть я правильно понимаю, вы планировали пойти в кино, и это далеко не Михаил назначал эту встречу, то есть инициатива была Олега. Действительно, такие билеты были? Конечно, да. И стал бы это все делать Миша, зная, что мы с ним идем в кино. 6-го апреля мы были вместе с Мишей, и он сказал, я сейчас отойду на пару минут, ну, я его стою, жду, и понимаю, что прошло уже много времени, далеко не пару минут. Я решила посмотреть за школой. Значит, я захожу за школу и вообще офигела, потому что Миша лежит в луже вниз лицом, Олег сидит на нем сверху, держит его за волосы и прям макает туда, в эту лужу, просто летят брызги везде, а Миша ничего поделать вообще не может. Вот вообще он лежит как будто мертвый. Я бегом бегу на Олега, начинаю его бить сумкой, ну, кричу ему что-то уже, не помню что. Ну, Олег испугался, видимо, и просто убежал. Я смотрю, Миша не дышит, сознания нету, глаза закрыты, я бегом вызываю скорую. Ну, в общем, это был просто ужас. Ну, в принципе, все понятно. Обстоятельства причинения вреда у нас сам подсудимый объяснил. Денис, он говорил, что якобы не его была инициатива. Теперь, я полагаю, вина доказана полностью, тебе осталось только признать свою вину уже в полном объеме и облегчить свое наказание и участь. Ваша честь, я готов признаться в том, что я действительно сам позвал Олега за школу 6 апреля. Просто, понимаете, меня достали его гопнинские шутки. То подзатыльники, то затрещины. Я подумал, что если он будет без толпы своих прихлебателей, то с ним можно будет нормально поговорить, как человек с человеком. А баллончик я взял, ну, чтобы подстраховаться, понимаете, он намного больше меня. И если бы я его не взял, то неизвестно, кто бы из нас оказался в больнице. А скорее всего и я. Так что, я еще раз говорю, это просто самооборона. Ты сам орать первый начал. Сам на нее... Странная самооборона. Отличная самооборона. Такого не было. Да, слово защиты предоставляется. Пожалуйста, Александр Ильич. Помолчите, пожалуйста. Еще есть обстоятельства, о которых мой подзащитный умолчал. И эти обстоятельства тоже могут послужить смягчением приговора. Почему? Потому что у меня есть свидетель защиты. Это Рогова Полина Юрьевна. Девушка подсудимого. Она так как раз и расскажет, что не только свою честь и достоинство мою подзащитный защищал, но также и ее защищал. Мы пригласим Рогову Полину Юрьевну. Приглашает суд, пожалуйста, в качестве свидетеля. Пригласите ее в судебный пристав в зал. Я защищал в честь девушки. Если вам неизвестно такое слово, то это не мои проблемы. Что случилось? Ты о девушке слова не сказал. Ты меня там занимал. Я не хотел. Скорблял, да. Зачищал он. О девушке ни слова не было. Полит, присаживайся, пожалуйста. Тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Скажи, пожалуйста, тебе известно о конфликте, который произошел 6 апреля между Михаилом и Олегом? Да, я знала. Олег позвал Михаила на разговор в тот день. Да. Он это сделал из-за меня. Понимаете? Вот. Но он не хотел драки. Он хотел с ним просто поговорить. А почему из-за тебя? Поясни, пожалуйста. Полин, зачем ты это говоришь? Мы же с тобой договорились. Это лично. И не надо никому об этом знать. За тем, чтобы все знали, что ты настоящий мужчина, а не преступник. Понимаете? Понимаете, дело в том, что... Он мужчина, погоди. Так, спокойно, спокойно. Продолжай, пожалуйста, Полин. Не обращай. Дело в том, что за пару дней до происшествия я была на дне рождения у одноклассника. И у нас там с Аней произошла ссора. Она вообще очень странная. Я, честно говоря, терпеть ее не могу. Но в тот день она сама себя просто превзошла. Кто еще его терпит? Она докопалась до прически, до шмоток. И я... Ну, у нас завязалась ссора. Я почти ее победила, но она почувствовала слабину и позвала на помощь Мишу. И тогда они вдвоем макали меня лицом в лужу. Я не хотела об этом рассказывать Олегу, но он увидел мое состояние, и поэтому пришлось признаться. Да что ты говоришь? Вот оно, как все было. Товарищ судья, ваша честь, давайте лучше я вам расскажу, как все было на самом деле, а Полина в нагло врет. Аня, если у тебя есть по существу, что добавить, я дам тебе слово чуть позже. Полина, продолжай, пожалуйста. Понимаете, Олег, он реально крутой. Многие в нашем классе... Многие вот типа вот них в нашем классе считают, что он ботаник и странный, но это не так. У него есть свои принципы. Он не такой, как большинство в нашем классе. И, понимаете, он очень надежный. Он всегда держит свое слово. Он даже к девушкам, таким вот как вот это вот. Ой, да. Да, относится по-нормальному. Понимаете, он даже матом не ругается. И у нас в классе не понимают, что круто быть, ну, именно вот таким, как Олег, а не таким, как этот тупой гоблин Миша. Вот. Ну, в общем, Олег узнал о том, что со мной произошло, и решил с Мишей поговорить. Это было как раз пятого. Но Миша даже его слушать не стал. Ну, он посмеялся. Вот. Тогда Олег назначил ему встречу шестого. Но, опять же, он шел не драться. Он хотел просто потребовать извинений от Миши и от его вот этой подруги. Вот. Я просила его не идти, но очень сложно с ним разговаривать, потому что он очень упрямый, у него твердый характер. И тогда я попросила его взять этот газовый баллончик. Ну, естественно, если бы не этот газовый баллончик, я бы его просто... Потому что я боялась, что Михаил его очень сильно побьет. Полина, сидишь такая вся хорошенькая, а что ты за спиной у него вытворяешь? Тебе сложно, да, признать это, правда? Аня, а вот теперь поясни, пожалуйста, свои слова. Ну, Олег, он вообще, в принципе, никуда не ходит. Ни с классом, ни на днерождение, ну, вообще никуда. А вот зато Полиночка у нас с удовольствием. Ну и что? А что такого? И на том днерождении, о котором она тут говорила, мы с ней вообще поссорились не из-за шмоток, а из-за того, что я застукала ее вместе с Мишей, когда они целовались. Так мало того, что они целовались, он ей еще и под блузку лез. Ну, Миша постоянно, когда пьяный такой. А вот от Полины, конечно, я этого вообще не ожидала. У нее же есть свой такой нереально крутой мужчина. Так если он у тебя есть, что же ты на моего гоблина-то лезла, а? Аня, то, что ты сейчас придумаешь, что проссорить, ну, это просто смешно. В это никто не поверит. Да, я сейчас слышала эту лапшу, которую она тебе на уши вешает. Вот это смешно. Давай лучше я тебе расскажу, как это все было на самом деле. Захожу я на кухню, а там, значит, Полинка стоит с Мишей, обжимаются, ну, прям так конкретно обжимаются. Ну, я устроила Мише скандал, хотела Полине рассарапать все лицо, но потом подумала, нет, у меня есть план по лучшему. Говорю ему, значит, Миша, выводи ее во двор. Он вывел. А там, значит, была лужа с грязью, вообще вонючая какая-то непонятная. Вот. И я ему говорю, бери за волосы и мордой в эту лужу. Он, конечно, ее окунает, начинает ее прямо вот так вот там трясти в этой луже. Вот. И я ему говорю, а делаешь ты это все для того, чтобы в следующий раз, когда он захочет ее поцеловать, у него было полное отвращение к ней, потому что он будет приставлять эту большую грязную лужу. Вот. Ну и, конечно, к этому еще я приложилась там. А Миша стоял и смеялся. Я думала вообще, что я оглохну там. Смешно. Да, смешно. Вот. Ну и, значит, я и говорю, что нефиг вообще лезть на моего парня. И все. И если бы мы с ней просто из-за чего-то поссорились, стала бы я марать вообще свои руки в непонятные лужи вонючие. Миша. Ты это, сам сын, вообще про это все знал? Или вообще только сейчас это все узнаешь? Миша, это что такое вообще? Я слышу. Мне в глаза смотри. Ты что, ты тут в натуре, что ли, этот самый, Пятикантроп? Да даже у Пятикантропа мозгов бы хватило, я не знаю, вот в бабские разборки не лезть. Да из-за тебя еще столько девок будет драться по жизни. Ты что, в каждую разборку будешь лезть, что ли? Это их соревнования, не надо туда вмешиваться вообще. Ты что, нормальный? Девку головой в лужу? Где мозги-то вообще? Ты вот лучше вот Аньку вон свою под затыльник бы дал, леща бы ей дал бы, чтобы она тебе не указывала, где, с кем и когда обжиматься. Она тебе на шею сядет и ножки свесит. Я по ней вижу. Полина, скажи мне, пожалуйста, правду. Как все было на самом деле? Я уверен, что Аня врет. Ты у меня самый родной и близкий человек. Ну ты отец, конечно. Я тебе верю. Полина, поясни, пожалуйста, что все-таки произошло на том дне рождения? Прости меня, пожалуйста. Я правда, я просто... Я очень сильно была пьяной. Я ничего такого не хотела, правда. Просто, ну... Ну просто мне же он был очень смешной и очень классно танцевал. А ты... Ну ты никогда не танцуешь. Ну а мне же хочется... С неандертальцем танцевать тебе хочется, да? И обзыматься? Нет, мне хочется... По он неандертальцем, то смешной. Хочется какой-то... Ну вот веселье, тусовки, а ты никуда не ходишь. И поэтому... Ну мы просто сначала обнялись, а потом поцеловались, но я бы не стала тебе изменять. Понимаешь, честное слово, но я ведь... Я люблю тебя, правда. Ну целуюсь с Мишей, да? Так, на всякий случай, про запас. Вот я тебе как отец просто скажу. Не руби ты сейчас с плеча. Тебе нужно вот с ней поговорить и не здесь объясниться. Но ты понимаешь, по жизни... Мы все по жизни совершаем ошибки. Это может быть. Может быть, ты сможешь и простить ее. И в любом случае, сын, вот знай, я считаю, что тебе стыдиться-то нечего. Ты правильно поступил. У тебя есть принципы. Ты защищал девчонку. Ну девчонка оказалась немножко не та. Это уж, как говорится, не твоя вина. Вот. Да я тебе больше того могу сказать. Вот я, как отец, горжусь тобой. Олег. Слушайте, Олег. Слушай себя в слова отца, но расскажи, пожалуйста, все-таки, что произошло? 6 апреля я, правда, сам позвал его, чтобы он извинился перед Полиной. Он и Аня. Ну, за то, что они ее в лужу. Я... Он меня даже слушать не стал. Начал издеваться. Говорил, что Полине понравилось. Я тогда подумал, что он это про лужу. А сейчас понял, что он это про эти обжимания и поцелуйчики, которые на дне рождения были. Ну, и меня тогда такое зло взяло. Пелена белая перед глазами. Я из баллончика брызнул. Потом у меня пелена. Потом его начал бить. Даже когда баллончик падится, он все равно драться. Значит, продолжал. Ну, и... Я не знаю. Потом Анька прибежала. И мне страшно стало. Ну, испугался, конечно. Вообще, знаете, мне обидно, что я таким дураком оказался. Я думал, что защищаю честь девушки, а девушки у меня больше нет. И чести у этой девушки тоже больше нет. А с другой стороны, знаете, мне за себя не стыдно. Я поступил так, как должен был. По совести. Как отец мне только что сказал. Мне за себя не стыдно. Молодец. Молодец. Ваша честь. Ну, вот. Вот из-за чего он вас... Удаляясь для постановления приговора. Кого-то бил башкой об асфальт, мой сынок? Нет. Еще на зале. Оглашается приговор. Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению казина Олега Борисовича, несовершеннолетнего, ранее несудимого, в совершении преступления, предусмотренного пунктом З, части 2 статьи 112 Уголовного кодекса, суд принимает решение переквалифицировать деяние казина Олега Борисовича на статью 113 Уголовного кодекса, то есть причинение средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Признать казина Олега Борисовича виновного в совершении данного преступления, назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев. Однако, учитывая обстоятельства дела и смягчающие обстоятельства, суд принимает решение освободить на основании статьи 90 Уголовного кодекса казина Олега Борисовича от наказания и назначить ему меры принудительного исправительного характера в виде передачи под надзор родителям, то есть в данном случае вам под надзор, сроком на один год. То есть в данном случае ты освобожден от уголовной ответственности, Олег, потому что то, что ты совершил, ну, тебя вынудили совершить такие действия, это очевидно, но тем не менее они противоправные, оценка им дана. Ты совершил преступление, но пока еще была возможность тебя не наказывать, поскольку ты несовершеннолетний и данные обстоятельства были установлены в деле. Я вам сочувствую, потому что у вас сын вырос, ну, понимаете, наверное, не тем, кем вы хотели бы его видеть. Издеваться над девушкой, это нормально, вы считаете, да? В лужу ее макать. Над девушкой он руку поднял. За это я с ним поговорю. Вот за это и поговорить. Все, ну, станет завершено. Пошли, все хорошо. Пошли.